Пока наши гонщики еще раз проходят трассу, напоминаю вам участников в этом классе, классе юноши. Итак, под номером 14 будет стартовать Дмитрий Бабак. Из Нового Уренгоя, спортивно-технический клуб «Факел», стартует он на технике «Линкс». Под номером 15 Константин Санин, также представитель Нового Уренгоя, из ТК «Ямбург» он представляет. Санин будет со второй позиции стартовать, потому что после квалификации возглавляет старт Михаил Коллегов, представляющий также спортивно-технический клуб «Ямбург» и выступающий под 18-м стартовым номером. Под номером 16 стартует Рустам Такаев, представитель клуба «Факел» из Нового Уренгоя. Под номером 20 Александр Моторин, также представляющий клуб «Ямбург». Далее идет представитель Альметьевска, будет стартовать под номером 39 Ренат Залалов, который не затерялся в этом заезде среди представителей Нового Уренгоя. Будет он стартовать в шестой позиции. Далее идет Максим Рылеев из Нового Уренгоя, стартующий под номером 51 и представляющий клуб «Ямбург». Далее идет Влад Хункаев, под номером 69 Евгений Долбуш, под номером 34 и представляет Евгений спортивно-технический клуб «Факел». Под номером 31 Сергей Викулин и замыкает стартовый протокол в классе юноши Руслана Глямов, который дебютирует в подобных соревнованиях представителя «Альметьевска», самый юный из участников, и представляет он спортивно-технический клуб «Ультиматум». Готовится стартовая процедура для гонщиков, которые сейчас находятся в стартовом коридоре и ждут команды судей. Это первый заезд, первый этапа «Первенства России». Посмотрим, как ребята справятся со стартовым волнением. Очень важно, чтобы техника работала качественно, без сбоев. Выстраиваются ребята на старт. Все, кто не первый раз присутствует на подобных соревнованиях и следит за трансляциями на канале HDExtreme.ru, знают, как важно в кроссе на снегоходах удачно стартовать. И именно сейчас предстоит это нашим гонщикам в классе юношей. Напоминаю, что в этом классе, согласно регламенту, принимают участие гонщики 14-18 лет. Здесь тоже большинство из тех, кто принимает участие, они представляют город Новый Уренгой. Совсем недавно, в декабре, также принимали участие в всероссийских соревнованиях открытого первенства города Нового Уренгой, посвященной памяти Андрея Ушакова. И там победителем этих соревнований стал непосредственно Константин Санин, который здесь у нас стартует. Вторую позицию на соревнованиях Нового Уренгой занял Рустам Такаев. Ну а тройку призеров всероссийских соревнований замкнул Михаил Коллегов. Все эти ребята сегодня здесь, в Альметьевске. И ожидаем мы серьезной борьбы. Последний из гонщиков выезжает на стартовую прямую, точнее даже на старт. И по команде судей ребята будут стартовать в первом заезде. Видно, что немного волнуются. Хотя у многих из них, несмотря на юный возраст, довольно серьезный опыт за спиной таких стартов. Занимают они свои места. Техника готова. Ребята готовы. Ждем только отмашки судей. Подтягиваются зрители у нас на старт. Все понимают, насколько зрелищно это все выглядит. Заведены моторы. Гонщики готовы. Заведены моторы. Гонщики готовы. Итак. Поистра напряжения у нас над стартовой прямой. Все внимание. Важнейший момент гонки, именно старт. Стартовали участники. Итак, смотрим, кто же первый вираж пройдет удачно под номером 14. Дмитрий Бабак сразу вырвался вперед. Дмитрий явно настроен серьезно. Все-таки на соревнованиях в Новом Уренгое именно неудачное выступление в третьем заезде, где он сошел с дистанции, не позволил ему занять первое место. И сейчас Дмитрий сразу захватил лидерство со старта и будет стараться нарастить свое преимущество. На второй позиции под номером 18 Михаил Коллегов. Пытается догнать извечного соперника. Спортсмену предстоит 15 минут выяснять сильнейшего в первом заезде. Плюс два круга. Очень плотно пока идут спортсмены. Все-таки первые круги еще не растянулись они по трассе. И только Дмитрий Бабак набирает преимущество. Все-таки в данных соревнованиях очень важно выбиться в лидеры, потому что уже никто не мешает впереди. Это позволяет набирать преимущество, в отличие от своих соперников, которые бьются между собой. Три преследователя за Дмитрием. Михаил Коллегов, там же Константин Санин. Густам Такаев. Внимательно смотрим мы. На четвертой позиции сейчас Долбуш и Евгений. А Рустам Такаев, к сожалению, несколько уступит на старте. Вынужден сейчас бороться за более локальные успехи. Ну а Дмитрий Бабак наращивает преимущество. Видимо, что он удачно использует свой удачный старт. Нас замыкает гонку Руслана Глямов из Ольмитинска. Пробует, пробует Рустам Такаев. Наверстает упущенное в дебюте заезда. Но пока до лидирующей тройки или даже квартета довольно далеко. Дмитрий Бабак удачно проходит вираж за виражом. Но падение лидера и это может и даже не может, а точно позволяет его конкурентам обойти. И в лидер у нас сейчас Михаил Коллегов, который очень плотно Константин Санин прессингует. Два гонщика, представляющие спортивно-технический клуб Ямбург, сейчас в лидерах. Воспользуются они падением Дмитрия Бабака, который сейчас пытается хотя бы не отстать от двух лидеров. Но у Дмитрия вновь падение. И это очень мало шансов оставляет ему на то, чтобы догнать ушедших в отрыв Константина Санина и Михаила Коллегова. Михаил лидирует. Пока удачно противостоит атакам своего соперника и соратника по команде. Здесь же уже и круговые гонщики, которые по неписанным правилам, конечно же, стараются пропустить лидеров вперед, чтобы не вмешиваться в их борьбу. Ну а посмотрите, какую активную атаку предпринимает Константин Санин. Просто настоящим украшением нашего заезда является это соперничество Михаила и Константина. Но Коллегов пока удачно противостоит этим атакам. Впрочем, и тому, и другому гонщику важно безошибочно пройти остаток трассы, потому что впереди еще два заезда. Значит, продолжат они своеобразные разборки в дальнейшем. Попытался сейчас по внутреннему радиусу Константин обойти своего соперника. Не получилось. Все-таки очень круто взял. Интересную тактику оба гонщика выбрали. Михаил Коллегов старается проходить по большому радиусу. Но смотрите, удачно все-таки протолкнулся Константин Санин. Очень-очень интересная борьба идет у нас между двумя спортсменами. И вдохновленный просто своим удачным обгоном Константин набирает обороты, отрываясь от своего преследователя. Уже есть определенный гантикап у Константина, что позволяет ему спокойно себя чувствовать на виражах. Ну, а преследователей пока даже не видно сзади. Все-таки два подряд падения Дмитрия и Бабака очень усложнили ему задачу попадания в лидеры. Густам Дакайев уже смог с восьмой позиции подняться на пятую позицию. Ну, а Евгений Довбыш продолжает удерживать четвертую позицию. А лидеры борются, борются между собой. Все-таки наметился определенный отрыв у Константина Санина после его обгона. Но сейчас видно, что Михаил Коллегов не отпускает своего соперника. и Константин чувствует его горячее дыхание у себя за спиной. Интересная борьба у нас, безусловно, украшает ребята сейчас наше соревнование. Опять попытка атаки Михаила на вираже. Теперь уже он пытался по внутреннему радиусу обойти своего соперника, но Константин сдержал эту атаку и пока является лидером. Осталось чуть менее пяти минут в этом заезде. Два лидера у нас далеко впереди. Дмитрий Бабок на третьей позиции. Далее Евгений Добуш, Устам Такаев уже свои решают локальные задачи, потому что лидеры впереди, лидеры бьются между собой. Санин вновь несколько оторвался от коллеговая. Около десяти-пятнадцати метров впереди. Зрители просто в восторге от того, что они видят, потому что официальные заезды уже ни в какое сравнение не идут с квалификацией. Здесь уже настоящая борьба. Никто не хочет уступать. И даже несмотря на то, что Санин и коллегов являются представителями одного клуба, ни в коей мере это не влияет на то, чтобы им уступить друг другу. Продолжает Константин Санин нарезать круги, а Михаил коллегов продолжает его подгонять. Тем самым два спортсмена мотивируют друг друга к еще лучшим результатам. Тем самым они только отрываются от остальных спортсменов. Более шести секунд у нас отрыв Михаила коллегов, идущего на вторую позицию от Дмитрия Бабака, который идет на третьей позиции. И это довольно серьезно уже. Ну а еще более серьезный отрыв у того же Дмитрия от идущего на четвертой позиции Евгения Долбуша почти более 20 секунд между ними отрыв. В общем, пока тройка лидеров выглядит таким образом, что возглавляет наш заезд Константин Санин, который на ваших экранах преследует его преследует его преследует его Михаил Коллегов. Ну а Дмитрий Бабак, который шел на третьей позиции сейчас опять совершил ошибку. Видно, излишнее желание рискует Дмитрий. И это пока приводит к тому, что он теряет свои позиции. Сейчас посмотрим на контрольной отсечке, как повлияли действия Дмитрия на его положение турнирное. Ну, несколько сократил расстояние Евгений Долбуш, которого, кстати, уже подпирает Рустам Такаев. Они оба представители клуба «Факел». И по своему рейтингу Такаев, конечно, находится выше. Но Евгений в этом заезде за счет удачного старта пока идет на четвертой позиции. И вновь тут атаки проходят среди лидеров. Видим мы, что уже Михаил Коллегов идет впереди. Видим мы, что уже Михаил Коллегов подойти Константин Сань, несмотря на то, что казалось, что Костя уверенно лидировал. Но сейчас мы видим, что Михаил обошел своего соперника. Показывает судья, что осталось два круга у ребят. Так что два круга у всех соперников, чтобы улучшить свою позицию в первом заезде пока лидирует Виша Коллегов. Чуть-чуть отстал от него Константин Санин. Будем надеяться, это не его капитуляция перед своим соперником, нет, все-таки видим, что Костя отстает, а Михаил пока уверенно лидирует, но впереди уже круговые гонщики, которые могут вмешаться в борьбу двух лидеров. Какие-то сложности возникли у Сарвана Гадирова на трассе, заглох его снегоход. Посмотрим, как это повлияет на завершение гонки. Очень опасно приземлялся сейчас один из гонщиков, с трудом удержавшись в пределах трассы. А Михаил Коллегов продолжает лидировать, но последний круг все равно у него проходит под постоянным давлением Константина Санина, а Сарван Гадиров, похоже, сошел с дистанции, но пытаются они все-таки завести свой снегоход. Посмотрите, вплотную, вплотную Константин атакует Михаила Коллегова. Судя по всему, последний метр дистанции и Костя решил атаковать, но Михаил удачно отбивает эти атаки и приближается к финишу. По окончании этого заезда у нас будут стартовать класс взрослые, сильнейшие спортсмены. Ну а мы видим финиш. Михаил Коллегов предварительно завершает лидером этот заезд до последнего. Константин Санин пытался атаковать Мишу, но удержал Михаил свое преимущество. Ну а на третьей позиции завершает этот заезд Дмитрий Бабок под номером 14. Завершается первый заезд класса юноши. Предварительные итоги таковы, что Михаил Коллегов на первой позиции закончил этот заезд, Константин Санин на второй позиции, ну а Дмитрий Бабок на третий. Михаил Константин представляет клуб Ямбург из нового ринга, ну а Дмитрий клуб Факел. Рустам Такаев все-таки несмотря на свой неудачный старт, смог подняться на четвертую позицию, обойдя Евгения Долбуша, который занял пятую позицию. Ренат Залалов на шестой, Александр Моторин на седьмой позиции, Максим Рылеев на восьмой, Былат Хункаев на девятой позиции, Сергей Викулин десятую закончил, Руслан Оглямов на одиннадцатый, и Сарван Гадиров, который вынужден был сойти с дистанции из-за технических проблем в своей технике, занял двенадцатую позицию в этом заезде. Посмотрим, продолжит ли он соревнования.